Девушки отдыхают Прошел император Эмгир Осадил каждую крепостицу Отсюда до синих гор Рвет и кусает нас Как бешеный пес Люди с севера Вы стоите у обрыва Короли предали вас И вы обратились к богам Но вы не молите Не падайте на колени Посыпая голову пеплом Нет, вы скулите Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь С которого мы давно сошли Было время Когда наш мир Соприкоснулся с другим Ученые зовут это Сопряжением сфер Волей богов Силы зла проникли В наше обиталище И в этой катастрофе Родилась нечестивая сущность Что зовется магией Но мы не запретили ее Нет, мы изучали ее ради власти и могущества А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения Троли, трупоеды, волкалаки Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется Ведьмаками На заблудших детей Обученных волшбе Чьи дела извращены Богопротивными ритуалами И они борются с чудовищами Хотя не отличают добра от зла Искра человечности Давно уже угасла в них Да С годами их все меньше Но и поныне Они бывают в наших краях За деньги выполняя свою кровавую работу Позоря нас самим своим существованием Истерзанный войной север Обливают за кровью Битвы Есть удары бичей божьих Что очистят грехи наши Вспомните об ужасах Дерзающих наш мир извне Дикая охота Скачет по небесам Каждое полнолуние Темные эти всадники Второго сопряжения Уводят наших детей В неведомые земли Но можем ли мы Обратиться вспять К свету Хватит ли у нас сил Изгнать чародеев И объединиться Вокруг тепла Вечного огня Ночь Час меча И топора В этой войне Никто не поможет нам Ночь Час безумия Час презрения Привет дорогие друзья Наконец мы добрались До третьей части Сейва Второй у нас сохранены Сделаю немного потише звук Я думаю будет и Игровое сопровождение Хорошо слышно И меня будет отлично А ладно Если что подрегулируем Так ну и больше всего Интересует Нас графика А точнее Посмотреть что же в Постобработке Размытие Сглаживание Не надо Свечение Пусть будет Повышенная четкость Не надо Глубина кадра Тоже Хроматическая аберрация Не надо Виньетирование Световые шахты Это хорошо И общее Все запредельнее Так интересно Качество текстур На низком Сделаем Самый высокий Хайрворк Включать не буду Так как все Жалуются Да и сам я проверил Фпс очень сильно падает Да Шевелюра прекрасно выглядит Но Это того не стоит Игра очень сильно От этого страдает Ну что же Выберем Предпоследнюю Сложность Тогда уж точно Нам нужны будут Эликсиры Включим Обучение И Перенесем Сохранение Из второго Ведьмака Наслаждаемся Еще одним Прекрасным Роликом Прекрасным 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я восхищался графиком во второй части Но здесь Все выглядит еще намного лучше Красочный и приятный Здорово Как говорится, все гаечки, винтики, болтики работают во имя общей цели Добавил субтитры DimaTorzok Слушай, это совсем не смешно Я не хотела тебя веселить Только разбудить Уже полдень Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами Ну я пошел Ага, пока Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что же, теперь нам дадут исследовать Каэр Морхен По крайней мере те помещения Которые нам будут доступны в этом обучении Так, движение стандартное Под мини-картой находится список задач для задания, которые активны на данный момент Ведьмачье чутье Правая кнопка мыши А смотрите, бросающиеся в глаза предметы Они, наверное, как раз выделены красным Ну, привычка от второй части Сиреник Левым кликом мыши Взаимодействует с предметами Но тут Немного другое управление Так, одежда у нас выделена У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Хм, белье Я тут подумал, может, цели подождут еще немного Это не педагогично И не разумно Мне тебя очень не хватало И мне тебе Но у нас еще будет время Я искупаюсь, сделаю макияж А ты как раз позанимаешься и вернешься Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом А ты их так много знал? Не все ли равно С каждой я всегда думал только о тебе У тебя, кажется, были дела Да, красиво ее сделали Йеннифер Хотя из-за воображения При прочтении книг По ведьмаку Рисовала немного другое изображение Отличный у нас все-таки перевал Ну, у заработчиков очень классно получилось Да, какой вид Да, в таком же перевале Поселиться Поселиться Построить домик И вечно любоваться на эту красоту Так, ну теперь Можем спуститься вниз Посмотреть, что же делает Цири С Весемиром Теперь мы увидим, как выглядит Цири Как ее представляют разработчики Интересно сравнить Наше воображение С тем, что получилось в игре Старый ведьмак крепко спит А Цири, разумеется, куда-то пропала Разумеется, она предпочитает теорию и практику Что? Подъем, мастер Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь Вот холера Я только прикрыл глаза, пока наделала выписки Из гули и альгури Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда Зато пишет он обстоятельно Это к тебе не нынешняя глупость Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь Отведи нашу барышню на нижний двор Если хочет позаниматься, милости просит Не сердись на нее Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему За это ты ее и любишь Ладно, и я не без греха А значит, мне ее и к порядку призывать К чудовищам нельзя относиться легкомысленно Если Цири хочет стать одной из нас Ей придется это понять Увидимся внизу Нет Понятно, почему ты так сюда рвалась Бей Цири, ты не в цирке Пируэт Нет, ноги Хватит, слезай Сальто? Как иначе Можешь снять повязку Есть еще над чем поработать Рефлексы слабоваты Для ведьмака? Может быть Думаешь, утопец или Стрыга будут тебе поддаваться Потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой Стрыги Пренебрегать его заданиями Неразумно Ой, да ну Эта книжка была страшно скучная Я знаю А ты знаешь, что это не повод Ой, прости Я все поняла Больше не повторится Извинения недостаточно Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком С комментариями Нет, пожалуйста Я лучше буду чистить конюшни Я уже все сказал Пойдем, позанимаемся внизу с остальными Мы побежим через стены? Конечно, через стены Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая Ну что, попробуем теперь управление? Ну, какой-то еписклявый очень голос подобрали Ну ладно, да И все-таки я ее представлял немного иначе Ну, ничего Так, на пробел Здесь теперь, опять же, не левым кликом взаимодействуем Герли научился прыгать Так, лестница тоже на Е взаимодействие Бежим Шикарная анимация Ну, по крайней мере, лучше, чем во второй части была Отличная игра свет и тени Детализация объектов Здорово очень все сделано Особенно то, что Верится, что это наша полоса Что-то славянское Это уже близко к душе лежит Это, наверное, зря я сделал Ну, да ладно Я имею в виду, спрыгнул Как-то неудачно слетел Ландерт и Эскель Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата Дядюшка Весемир Молодая кровь требует дела Я понимаю Но в бою знания важны не меньше меча Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать По отметинам Яко же у пантеры тигриной В зерикании живущей И телом нездраво бледной Значит, ты прочла раздел Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир Не верти хвостом Ведьмак должен уметь обмануть противника Сам же говорил Может быть Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? Оттуда играешься Ладно, хватит болтать Геральт в паре со мной Ламберт с Эскелем Цири с куклой Опять? Не привередничай, берись за меч Ну что, повторим основы Или сразу спарринг? Начнем сначала Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы А цири новичком-то назвать сложно Доставай меч, Геральт! Ну что, опробуем боевку теперь? От закованных в панцир-рыцарь до бестелесных призраков и великанов, сокрушающих все на своем пути, ведьмаки должны быть готовы сражаться с чудовищами и людьми всякого рода. Для этого они используют различные оружия и специальные приемы. Основным оружием ведьмака являются мечи стальной и серебряный. Кроме того, каждый ведьмак владеет простой формой боевой магии. Ведьмачьи знаки не так сильны, как заклинания чередеев, зато их можно накладывать очень быстро простым движением одной руки, что бывает крайне полезно в бою. Также ведьмаки знакомы с основами алхимии, они умеют готовить сильнодействующие эликсиры, бомбы и масла. Чтобы выбрать цель и отметить, выбор нажмите Z. На выбранную цель будут направлены все ваши атаки. Выбрать цель в бою не обязательно, но это поможет. Так, обычные быстрые удары. Сильный удар, теперь у нас шифт. Так, выберите в какую сторону хотите увернуться и альт. Чтобы ковыкнуться в АСД и пробел. Теперь блоки. Смотри под каким углом держит мяч. Так, блок на правую кнопку мыши. Теперь... Научишься плавать. Пустим воду. Репост. Удар. Отвечай. Так, и здесь для репоста теперь нам... Не нужно изучать отдельный талант. Главное не забыть про репост, чтобы, возможно, вообще делать. Барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Да, вот меню знаков уже мне не нравится. Иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. Так, знак Вен защищает от урона и некоторых критических эффектов. И чтобы искры летели. Так, я для всего это... Видишь? Если бы не Квен, я бы оказался в огне... Арт Геральт, давай! Эй, это подло. Да, знаки тоже очень сильно претерпели изменения. Так, знак Арт оглушает и сбивает с ног. Так, Ирден замедляет любого противника. Да, красиво теперь бомбы взрываются. Мелочь, но приятно. Так, ну, я думаю, все основы мы уже выучили. И можно не продолжать тренировку. Можно и закончить, да, ее. Ух ты! Да ты просто зверь! Сыри, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Каэр Морхена. Я долго ждал этого, Белый Волк. Каэр Морхена. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в воде, а рядом была... Рис? Янифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Угу. Тогда все точно, как на их. Мы найдем ее. потом я пошел за цель и мы вместе тренировались вот были времена маленькая разбойница я тренировал детишек которые были быстрее сильнее но ни у кого не было ее характера закончилось все не слишком хорошо я просил не слишком появилась дикая охота они бросились на цели я не мог двинуться стоял как стол это только сон в том то и дело что не только каждый раз когда цель мне снилось что-то было не так что-то и угрожало мы научили ее защищаться и от призраков тоже сейчас рассветет пора ехать покажи ко мне письмо от я нефер может ты упустил что-нибудь ничего я не упустил мы должны были встретиться в вербицах только их спалили до тла остается идти по ее следам так что помолчи немного и дай мне письмо пахнет сиренью и крыжовником я собирался его читать а не нюхать нам надо встретиться как можно скорее вербицы увы зимы там нам больше делать нечего тут еще по стрип там единорог по-прежнему у меня это начало чучело единорога мы использовали его пару раз в определенных ситуациях чего молодежь только не выдумает вернемся к делу как думаешь сильно мы от йеннифер отстаем на два-три дня след свежий только вот ведет он на большак а там его наверняка уже затоптали поставь слышишь слышу и чувство гули как на континенте так и на островах скеллиги жизнь обычно сурово тяжело и коротко землю опустошает война те же кому удалось уцелеть нередко становятся добычей бесчисленных чудовищ обитающих вокруг любой деревни или города над головой чудовищ появляется шкала здоровья серебряного цвета это означает что с таким противником следует драться с серебряным мечом ну чтож опробуем наши навыки в битве данными гулями но мне еще к отскокам надо будет привыкнуть опять же боевка немного сказать ну да можно сказать что немного отличается от второй части так что а плюх я буду получать наверное час в начале игры лошадь ты совсем очумела нанося удары правдиво никому получать очки и адреналина вы можете получить некоторые умения которые позволяют проводить специальные атаки раз входа еще очки и адреналина небо и число очков адреналина падает поиска проходит за ним по пятам идут трупа и чтобы восстановить здоровье съешьте что-нибудь или помедитируйте так но самое главное здесь то что в на сложности боли страданий на котором мы сейчас играем при медитации здоровье не восстанавливается так что придется либо запасаться эликсирами либо кучей еды я надеюсь навык тоже будет каком-нибудь пассивный навык который поможет нам с восстановлением здоровья птичий череп в черном крестах что-то мне подсказывает что он принадлежит я так на природу замечательно а еще сейчас восход все в оранжевом свете и лучи солнца сиди про джекстрат молодцы исключительно полезные существа ну чтож плотва ты уже стала законодательница моды в интернете наварить эликсиры нет потому что они поедая гниющие тела предотвращают какой вид а он знал что живых они кто же едят нет и очень из-за этого огорчился это разрушило всю его теорию вот природа сделана именно так кто тут наше королевство севера теперь скорее королевство родовида так ладно пусть они договорят и некая длина больше нет родовид говорит что как только выиграет войну вернет войска на старые границы а ты веришь надо во что-то верить а то жить не хочется так вот действительно вся природа местность сделана так как будто вот выехал подальше от городской суеты на какую деревню речку и вот даже та вот знакомая своя природа наша очень-очень здорово идем на помощь помогите и и Улетел? Да, вылезай. О, боги, я ж едва не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Моя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы, вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не дур. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные, черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал. Так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более, тебе рано нужно очистить. Да что там. Он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодной. Прямо из погребка. Так едем. Ну что же, продолжим наш путь. По этим прекрасным красотам. Да, я только что мы повстречали знаменитого Грифона. Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в гараж, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Вовсюду трупы, запах крови, поляной плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть проосторожен. Так вы подъезжаете к деревне, ведите себя пристойно. Помните, что стражники не потерпят воровства и не любят тех, кто слишком донимает других. В городах и даже в деревнях нередко устраивают доски объявлений. На миникарте они отмечены значком страничка. Читайте объявления, чтобы найти работу для ведьмаков и другие возможные заказы. Ну, я надеюсь, здесь не на всю игру одна доска с объявлениями. И они различаются между... Ну, как-то я имею в виду, объявления разнятся между разными поселениями одной локации. Завтра будет топить, сожрал. А, видимо, вверх не плечен. И что тогда сделать? Что? С ними это пока не поздно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерий, дед, а Нильфгаард. Да не в жизнь! Чё, а у меня кей? Но мы тебя заставляем с нами пить? Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Так, мешочек с деньгами открывает окно торговли. Ну что, пора спрашиваем сначала о Йеннифер. Или все-таки... Ну сначала, что мы бы тянули. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить. Ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за Грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли. Только не за дар. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да... Ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо. За все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не... Так, и у кого можно будет порасспрашивать? На мини-карте, по крайней мере, три точки показано. Чего? Ну, начнем с самой дальней. Расскажи же нам, видел ты или нет. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса! Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Я не говорил, как ее зовут. Ну, а хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтару Дим, к вашим услугам. Бродяга – это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва крестила меня так же господин Зеркало и стеклянный человек. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье. Ты видел, Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашиваю в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Куда он исчез? Быстро он ушел куда-то. Пустая трата времени. Скорее, земля станет вращаться вокруг солнца, чем ты поймешь правила. А с ним можно в новую игру сыграть? Гвинт? Почему нет? Попробуем. Заслуженный профессор Аксенфурдской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я еще одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница Войны лишь сказка. Вестница Войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина. Такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нивгарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, ладык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Так и опять древняя краснолюдская игра. Битва двух армий, игроки и полководцы, а карты их войска. Ну, честно, правила я не знаю. Для начала возьмите из колода 10 карт. С ними вам предстоит играть всю партию. Других карт вы не получите. Используйте эти с умом. Эта карта отряда число в верхнем левом углу означает мощность. На поле битвы это число прибавляется к суммарной мощи игрока, выложившего карту. Значок показывает, в каком ряду на поле битвы можно разместить карту. Рукопашный, дальнобойный, осадный. Так, специальное умение. Погодные карты. В число специальных карт входит погодная карта. Снижает мощь всех карт определенного типа на поле битвы, включая ваши собственные карты. Тоже надо использовать с умом. Так, можем скинуть две карты, взяв вместо них новые. Ну что ж, попробуем. Так, ну про поля битвы мы поняли. Лидеры. В каждой колоде есть лидер, он обладает специальным умением, которым можно использовать в бою только один раз. Активировать специальное умение можно в любой момент, нажав X. Так, ну, начнем с лучников. Так, ну понятно, что все ряды ближний, дальний и осадный суммируются в одну общую силу. Так, ну, насчет пасса тоже все понятно. Самое главное, заход, собрать большую мощь. Тогда мы выиграем. Активируем. Так, и все на再见 на – Продолжение следует... 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 В колоде 22 карты, 10 специальных карт. Ну как раз две карты, которые у нас и находятся слева не в колоде, добавим и сможем играть. Нет, выходить мы раньше не будем, нам не надо второй проигрыш сразу. Начнем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 восстановим потихоньку здоровье пока у нас из выбор есть только еда пойдем на улицу попробуем не в гадский лагерь попасть ну что выпил тогда упердывай нам здесь таких не надо я здесь ненадолго может и так а может навсегда останешься на две лопаты под землей ну что драки на кулаках попробуйте седьмаком справиться и зря подлечился что-то они меня запинали тут очень быстро так один готов 2 готов и последний остался да неплохо глушил отлично и у вас ничего интересного не выпало вот а вот эти сундучки уже поинтереснее игра сохраняется автоматически когда вы достигаете очередного этапа развития сюжета однако не забывайте сохраняться сами обязательно так ну пока в ящиках только ерунду нашли так доска объявлений стоит потом посмотреть так ну и пока больше никаких пометок нету список заданий сиренек рыжовник ну все а на сегодня закончим прохождение если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока пока